Приветствую! На новостных сайтах появилась информация о том, что якобы актер Остап Ступка попал в ДТП. И в принципе ничего необычного, в ДТП может попасть каждый водитель, но есть один маленький нюанс. По заверениям СМИ в крови актера обнаружен алкоголь 1,62 промилле. Что это такое? Конечно же это не в хламину, но в зависимости от его веса это примерно 200-250 грамм крепкого алкоголя. Не в хламину, но в очень приятном состоянии, в котором безусловно садиться за руль нельзя. Как заверяют СМИ, он сел за руль и попал в ДТП. И человек, который находился в другом автомобиле, был доставлен в больницу предварительно с телесными повреждениями средней тяжести. Давайте посмотрим, какая же ответственность грозит Остапу Ступке за то, что он был в состоянии алкогольного опьянения в момент попадания в ДТП с точки зрения Уголовного кодекса Украины. К слову, нужно сказать, что по информации, которая есть в СМИ, уже полиция вручила ему подозрения в совершении этого преступления. Сейчас на экране вы видите статью 286.1 Уголовного кодекса Украины. И в соответствии с частью первой этой статьи, порушение правил безпеки дорожнего руху або эксплуатации транспорта особою, яка керует транспортным засобом у стане алкогольного, наркотичного чи іншего спьянения або під впливом лікарских препаратов, что снижают увагу и скорость реакции, что причинило потерпелому среднюю тяжкость телесное ушкоджение, караются по избавлениям воли на строк до 3 лет, с по избавлениям права керевать транспортными средствами на строк от 3 до 5 лет. На что здесь нужно обратить внимание? Первый момент. Безусловно, нахождение человека в состоянии алкогольного либо иного опьянения. Второй момент. Он должен, чтобы быть привлеченным к уголовной ответственности по этой статье, не просто управлять автомобилем, а управлять автомобилем и вследствие этого причинить другому человеку телесные повреждения средней тяжести. То есть вот это один из ключевых моментов. И только в этом случае к нему может быть применена уголовная ответственность. И мы видим лишение свободы на срок до 3 лет и лишение прав на срок от 3 до 5 лет. Еще раз обращаю внимание, ключевой момент причинения телесных повреждений средней тяжести. Что это значит? Почему я обращаю на это внимание? Да потому что если сейчас по версии врачей, а это врачи в первую очередь будут определять, какие же там телесные повреждения, то если по версии врачей телесные повреждения будут не средней тяжести, а легкие, то будет что? А будет уже не уголовная ответственность по 286 статье, а административная по статье 130 Кодекса Украины о административных правонарушениях. И эта статья предусматривает совершенно другой вид ответственности. И мы в принципе с вами знаем о нем, да, но еще раз вернемся к этому. Так вот здесь ответственность совсем другая. Накладывание штрафу на воде и у размере одни ей тысячи неоподаткованных минимум и в доходе в грамотян с позбавлением права корования транспортным и засобом на строк 1 РИК. То есть административная ответственность, она гораздо более мягкая. Здесь штраф 17 тысяч гривен на сегодняшний день и лишение прав на один год. И вот здесь, конечно же, у нас возникает с вами вопрос и возможно некие сомнения. А какую ответственность понесет столь известный человек, если он действительно виновен в том, о чем говорят СМИ? Будет ли применена к нему уголовная ответственность? Либо же сейчас решается вопрос о том, что у людей, у человека, который пострадал, окажутся легкие телесные повреждения и соответственно уже виновный в ДТП понесет не уголовную ответственность, а административную. И, кстати, еще вот интересный момент в плане уголовной ответственности заключается в том, что по этой статье, даже по первой части, по самой легкой части, не предусмотрена возможность замены наказания, вернее установления наказания с испытательным сроком. То есть вот то, о чем мы говорим, называя условно. То есть здесь условного приговора не может быть. Только реальный приговор, только лишение свободы на срок до трех лет, плюс лишение права управлять транспортным средством от трех до пяти лет. Но все будет зависеть от того, как оценят степень тяжести телесных повреждений человека, который находился в другом автомобиле. И вот здесь, друзья, давайте подумаем, вот как вы думаете, что будет уголовная ответственность или административная ответственность. В своем телеграм-канале я сделал опрос. Вот посмотрим, как наше мнение совпадает с реальностью. Имеем ли мы такую некую предсказательную способность. Голосуйте, обсуждайте, а я напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.